Приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала Сталинград. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Ольга Николаевна Четверякова. Ольга Николаевна, к вам как к историку первый вопрос. Бывали ли такие случаи в истории нашей страны, когда в одночасье все храмы нашего государства перестали работать по каким-либо причинам в период Пасхи? Нет, не бывали. Не бывали такие случаи. Ну то есть в прошлые времена наши правители, цари ни под каким предлогом не могли заставить верующих не пойти отмечать Пасху? Ну понимаете, те же времена были какие? Это были времена, когда у нас было государство православное, весь народ был православным. Поэтому говорить о том, что существует какое-то разделение между властью и народом, я имею в виду вероисповедания. Нет, поэтому естественно все было как бы едино. И власть при всех своих недостатках, при всем том, что мы знаем, было там социально неверного, глубоко неверного, неправильного. Вот в плане мировоззрения системы ценностей себя никогда народу не противопоставляло. А сегодня мы имеем другую ситуацию, совершенно другую. Сейчас власть тоже идентифицирует себя как верующую. Все наши чиновники, в том числе президент Путин, постоянно посещают службы, в том числе во время Пасхи. То есть они себя отождествляют именно с православной верой? Нет, ну они могут себя отождествлять с кем угодно и с чем угодно. Но дело в том, что православный верующий предполагает соблюдение и признание догматических положений, да, то есть это догматика, это вера далее, это жизнь по заповедям престолов, по заповедям имеется до системы ценностей морали. Вот. И это таинство, да, это мистику. Вот эти все три составные части веры и религии, они не отделимы друг от друга. Поэтому нельзя провозглашать одно, а жить по другим ценностям моральным, да. Вот. Или так же, как нельзя провозглашать ценности христианские и отвергать таинство или относиться к таинству как к некому ритуалу или как к некой магии. Вот. Поэтому все, что мы сегодня имеем, вы знаете, это, конечно, свидетельство абсолютного такого духовного и мировоззренческого хаоса. Да, что касается русско-православной церкви. И то, конечно, самые серьезные испытания начались именно после Каванской встречи. И у нас уже забыли это событие, которое произошло 16 февраля, хотя многие верующие священники, владающие удивительным, да, чувством интуиции и понимания, духовного понимания, духовного смысла события, они предупреждали, что после этого начнется резкое падение, что Россия может укрыться кровью, потому что это страшное предательство. В Каванской встрече произошло единение с главным веретиком, с главным врагом православия. И обратите внимание, что именно после этого все пошло вниз, да, как по накатанному... Ольга Николаевна, извините, пожалуйста, что прерываю. Кого вы имеете в виду в данном контексте? Враг православия, враг православия, еретик вот для наших зрителей. Враг православия? Да. Ну, я имею в виду главу Римско-католической церкви, Папа Римского, да, иезуит, и речь идет об этом. Произошло единение с иезуитом признания католической еретической организации братской церковью, вот, и, соответственно, мы увидели, как быстро началось вот это разложение внутри нашей церкви, я имею в виду, и в догматике, потому что те документы, которые еще перед этим были приняты в Шамбезе, они означали крутой экуменический поворот, изменение учения о церкви, изменение учения о Христе и, соответствующее, морально-нравственное учение, да, допущение. Вот, дальше мы видим изменения в таинствах, мы видим изменения символа веры, перевод его искаженный на русский язык, мы видим возможность в храмах проводить различного рода мероприятия, культурные песни, пляски, спортивные, и вот это все, конечно, ясно свидетельствует о том, что начался очень серьезный процесс разложения, то есть фактически были открыты вот эти все шлюзы, и одновременно с этим началась вот эта вот дикая цифровизация, цифровизация всех сфер нашей жизни и общества, то есть фактически ликвидация традиционного государства, да, традиционного строхранения, традиционного образования, традиционного, все вот это наши все социальные сферы управления, вот, и закончилось это все вот сегодняшним введением сегодняшнего, сегодня на наших глазах, да, строительством вот этого цифрового государства, цифрового контроля полицейского, причем это делается каждый день, это делается просто по часам, причем это делается на страстной неделе, на страстную среду у нас Вводятся эти полицейские цифровые пропуска. В четверг, вчера, в чистый четверг у нас принимается закон фактически антиконституционный о введении экспериментального правового режима в Москве для утверждения внедрения искусства интеллекта с изменением статьи 6 персональных данных. То есть на 5 лет Москву отдают под дикий эксперимент с тотальной цифровизацией, я думаю, что с допущением и 5G. А сегодня обсуждается закон о едином резстве населения, который вызвал резкую критику понимающих, к чему это ведет закон, который делает тоже фактически недопустимые вещи, создает единую базу данных на нас всех с единым идентификатором. И, наверное, видимо, планируется, что на этой основе будет введена такая же система, как в Китае, то есть социального рейтинга, потому что когда они собирают все возможные данные о нас в единый реестр, то это дает возможность, естественно, контролировать каждого человека. Вот сейчас мы являемся свидетельствами этого, и поэтому духовные процессы, духовное падение, духовное разложение, оно идет параллельно и социальным, и политическим. Это процессы, их нельзя разделять. У нас как-то, понимаете, почему-то к церкви, к жизни, к церкви очень многие относятся как к некому институту, как просто некой организации, светской организации. А это тело Христово, это мистическое тело. Церковь не умрет. Церковь, мы знаем, да, ее не одолеют врата ада. Церковь — это священство, и царственное священство, а царственное священство — это миряне. Поэтому она всегда жива. А вот то, что делают те, которые пытаются это тело Христово влить в некий какой-то институт, искусственный институт, политический институт, вот они и доводят сейчас наших мирян до такого состояния, когда фактически пытаются внушить, доказать, что они просто ничто. Они не ничто, что ими можно управлять просто как некими биологическими объектами. То есть то, что делается сейчас в светской жизни, в государстве, в светском управлении, то же самое перегладывается и на церковь. Как верующее православное сообщество сейчас восприняло вот эти запретительные меры в связи с карантином, что на Пасху нельзя будет посещать церкви и службы будут вестись онлайн? Ну, вы знаете, наши верующие все разные. Мы уже помним, когда произошла гаванская встреча, большинство верующих не поняло, что это такое, все это приняло. Хотя это было предательство, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, это было единение с еретиком, которое на духовном уровне не могло не привести к таким последствиям, потому что никто не понял духовного смысла из тех, кто все это навязывал как нормальное явление, и как допустимо не понял духовного смысла этого явления, а это имело очень глубокий смысл. Так же, как если вы помните, когда из Ватикана привезли мощи святого Николая и святителя, а мы не знаем даже мощи ли это Николая или нет, потому что Ватикану нельзя доверять, через это некоторое время произошло у нас в Москве страшный ураган. Потом привезли в Питер, там тоже произошла совершенно атипичная. Это же все не случайные вещи. Для простого светского человека это пустое совпадение. Для человека верующего это не совпадение. Это свидетельство о том, что действительно совершается на духовном уровне убивное предательство. И то, что мы видим сегодня, принимаются запретительные меры в связи с великим праздником, светлым праздником, это же началось уже давно. И власти церкви постепенно сдавали позиции. Сначала, так сказать, они заговорили о возможности, то есть о дезинфекции. Лжица во время литургии, то есть это кочунственные вещи, потому что спиртовать, дезинфицировать лжицу после крови Христовой, это вообще вне, это выходит за какие-либо грани. Потом допускается... Извините, для уточнения, для наших зрителей это имеется в виду, когда дезинфицируют икону, для того, чтобы приложился следующий человек по очереди. Вы это имеете в виду? Из которого идет причастие? Это, понимаете, то же самое, что спичкой зажигать громадный костер, по примеру. То есть как можно дезинфицировать его Христову? Кочунственные вещи совершенно. Или Тихон Шевкунов, который в Псковской области допустил причастие с руки, дарут. Это уже чисто католическая мера. Поэтому идет все постепенно вот так опускается. И, наконец, дошло уже до того, что действительно услышали распоряжение санитарного врача, главного санитарного врача Москвы, Московской области, который заявил о недопущении больших собраний, посещений мест публичных, в том числе храмов. Ну, это как бы, да, как некую светскую организацию. И под этим делом векарий Московской патриархии Дионисий, значит, призвал не допускать верующих в храм, да, я имею в виду мирян, чтобы они не присутствовали на службе. Вот так это делается. В то время как само даже письмо этого санитарного врача – это незаконный акт, это противозаконный акт. И сейчас уже, насколько я знаю, написаны исковые заявления и на главного врача Московской области, и на главного врача Москвы. И, видимо, это будут писать и в других областях, где показано, что идет выпиющее нарушение закона, потому что не допускать ограничивать права верующих можно только федеральным законом, только при определенных случаях. Значит, предписание санитарного врача, оно не является законом. И это такой, знаете, жесткий такой светский язык, свидетельство о полной непонимании ситуации и о грубом вмешательстве государства в права верующих. То есть фактически речь идет о нарушении закона о свободе совести. Конечно, мы прекрасно понимаем, что эти иски, они не будут иметь никакого действия, потому что все суды сейчас, в которые они работают, на власть. Но наша задача была хоть как-то донести до людей, что совершается выпиющее беззаконие, совершается выпиющее насилие над верующими. Если сейчас тоже наши люди это не осознают, то в дальнейшем это будет уже стремительно все разрушаться и падать. Поэтому сейчас все зависит от самих верующих, от их веры, от их совести. Сейчас никто не имеет права кому-то что-то приказывать и указывать. Верующие сами должны принять для себя в соответствии со своей верой, в соответствии со своим пониманием, что они должны делать. Ольга Николаевна, но, может быть, эти меры, они как раз позволят вирусу не распространиться дальше, потому что мы понимаем, в период Пасхи очень много людей будет в церкви, это большое скопление людей, соответственно, вирус может распространиться, ведь именно об этом заявляют власти. Это не скопление людей, люди идут на литургию. Большинство литургии – это не просто некое собрание, это таинство, и этим все сказано. Поэтому объяснять верующим разницу между простым собранием и литургией не надо, я думаю. А вот если они так озабочены большим собранием, то в первую очередь нужно озаботиться такими общественными местами, как метро, как крупные магазины и прочее, где это все происходит, и где никто никому-то не нарушает. А самое главное не это. Самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что нельзя относиться к церкви как к светскому учреждению. Если уж мы говорим о борьбе с коронавирусом, то в первую очередь необходимо принимать, поскольку речь идет о здоровье, физическом здоровье детей, меры, связанные с санитарно-педиологической обстановкой. Значит, соответственно, все, что сейчас происходит в этой сфере, за это несут ответственность власти, в первую очередь медицинской власти, которые все эти годы, как мы знаем, уничтожали нашу систему здравоохранения. И не надо использовать слово «оптимизация», потому что я понимаю, что оно уже всем набило осколы, потому что это не так, речь идет не об оптимизации, а речь идет именно о разрушении поликлиник и больниц, о закрытии поликлиник и больниц. Речь идет о ликвидации профессиональных кадров, которые происходили все эти годы. И сегодня фактически очень большая часть тех людей, которые должны были бы заниматься этой проблемой, они являются непрофессионалами. Как мы знаем, информации уже об этом достаточно много, поэтому тут не стоит и говорить. Далее, в первую очередь, нужно сложить ответственность на руководство власти, которые допустили системы цифровых пропусков вот в такую вакханалию, которая сейчас устроилась в Москве. Я думаю, что это временно они пока приостановили, после вот этого коллапса, который произошел в первый день, на среду, на Страстной неделе, когда масса людей оказались впритык друг к другу. Вот вам, пожалуйста, за это кто-нибудь ответственность несет? Вот за это. Когда действительно реально людей столкнули в закрытых помещениях, кто-то нет, хотя должны нести ответственность, сейчас тоже исковые заявления поступают, и, насколько я знаю, в Следственный комитет уже тоже направлено обращение по уголовной статье 236, то самое, которое власти вводили для тех, кто нарушает санитарный педагогическим режимом. Вот на это надо смотреть. Вот здесь люди должны нести ответственность. Что касается Церкви, то по закону о отделении Церкви о государстве не имеют права принимать такие меры, даже вот такие предписания, потому что они незаконны. Еще раз хочу это предписать. И все остается на совести верующих. Однако представители РПЦ, выступая на федеральных каналах, говорят о том, что будут онлайн-трансляции, и хотя они не могут считаться паритетными с обычной службой, когда люди приходят непосредственно в храм, однако же идет призыв присоединяться именно к онлайн-трансляциям. А на ваш взгляд, это может быть паритетно или это вообще недопустимо? Нет. Таинство есть таинство. Все этим все сказано. Богослужение есть богослужение. Никакие онлайн не могут даже квази-обсуждением называться. Это мне обсуждение, понимаете? Просто мне. Так же, как когда Эларион заявил о том, что можно осуществлять исповедь онлайн, простите, это кощунство. Это откровенное кощунство. Это отступление. Сейчас мы видим, и фактически люди проверяются, и уже окончательно высвечиваются, кто есть кто. Сейчас мы доходим как раз до некой очень серьезной точки, после которой, я думаю, уже будет все по-другому. И не могу вас не спросить о самом коронавирусе. Как вы считаете, данная тема, она раздута сильная? Вирус есть, вируса нет? Как на ваш взгляд? Ну, вы знаете, уже настолько много об этом сказано, что я просто даже не хочу этой темой касаться, потому что просто так засветиться. Так что я вот, мол, тоже в этом беседе участвую, мне это совершенно не надо. Я думаю, что нужно слушать профессионалов, эпидемиологов, настоящих ученых, которые у нас сейчас выступают. И я думаю, что вот это будет лучше всего. Я в данном случае не хочу в этом участвовать, чтобы, опять-таки, не сбивать людей с толку. Просто призываю всех слушать настоящих ученых, медиков. Из них, к сожалению, слово им предоставляют крайне редко. Возможность, говорится, блокируют. Но все-таки благо у нас есть возможности такие, поскольку мы живем в цифровом обществе, которое они столько мечтали, я имею в виду цифровики, создать, что у нас условия и возможности такие есть. Поэтому старайтесь изучать самостоятельно, слышать людей компетентных, верующих, честных, порядочных, которые доносят еще сейчас информацию. И одно только могу сказать, призвать людей просыпаться. Просыпаться от того сна, понимаете, который я называю таким обывательским, потребительским сном, в котором все погрязаны, и вот в этом своем обывательстве они уже не видят реальных процессов. ни духовных, это уже как бы совсем ушло все куда-то в небытие, ни вот этих вот мирских, светских. Поэтому только так, только пробуждение, пробуждение и духовное, интеллектуальное, и деятельное. То есть чтобы вот это умение понимать и разуметь, это, кстати, одна из главных добродетелей православных, рассудительность, для того нам Господом дано сознание, для того нам разум, чтобы мы умели рассуждать, понимать и мыслить. Вот это сейчас самое главное. А вот что касается этих специальных кодов и пропусков, которые введены в силу того, что у нас карантинные меры и самоизоляция, это действительно помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией, или это власти, может быть, нужно для чего-то еще? Да нет, конечно, это никакому образу не помогает никак в борьбе с коронавирусной инфекцией, наоборот, это создает еще более серьезные проблемы и сложности для скопления людей. Но главное не в этом. Понимаете, сейчас власть использует этот момент, именно использует, потому что они не знают, когда это может закончиться, может рано, может быстро, да, для того, чтобы как можно надежнее закрепить и опробовать вот эти свои цифровые платформы. Потому что уже несколько лет назад, ну, уже так открыто это где-то года два назад, они готовят перевод всей системы управления государством на цифровую платформу. Вот, мы уже об этом неоднократно говорили. Это одна из серьезных и главнейших сейчас задач. Видимо, прописаны какие-то сроки. Не здесь. Еще в 16-м году вышел доклад Всемирного банка, который показал, что в России как должно создаваться это цифровое управление, или государство как цифровая платформа, так оно и называется сокращенно, ГКП, да. И в соответствии с закладом 18-го года высшей школы экономики все это было прописано. Вот. Все нюансы, все детали, вкладывая того, что фактически не должно остаться больше слоя чиновников, которые должны быть заменены вот этой цифровой платформой. Поэтому сейчас они создают сервера, они создают вот эту систему, собирают базы данных, и вот это пропускает очень удобный способ создать, да, вот эти базы данных, потому что фактически, ну вот что, вот в Елендов, там, в Москве, в Московской области, вот куда-то человеку надо поехать, он должен там поставить смс-ку или еще что-то там через, просто указать, что он едет. Это что, как-то повлияет на эпидемиологическую ситуацию? Конечно, нет. Но зато человек уже попадает в базу данных, да, отслеживается, куда он едет, отслеживаются все эти адреса. Вот. Пожалуйста. Более того, совершаются вещи вообще недопустимые, потому что сейчас всех людей, кто заболевает, кого вызывают, кому приезжает скорая помощь, и кто уже вводит в соответствующую базу данных. И вот каким-то образом, вот мне сообщают юристы, значит, сведения о всех заболевших в каких-то там определенных кварталах вдруг попадают на сайты вот жители этих домов. То есть идет сдача всех персональных данных людей, да, значит, имя, фамилии, отчество, место рождения, место работы, семейное положение и дальше указания на их заболевание. Даже если это просто подозрение на коронавирус, то есть это вещи, конечно, которым должна заниматься прокуратура, но самое интересное, что если это попадают в эту базу, на эти сайты, да, на эти платформы, эти данные, которые сдают сами же соседи, то их уже невозможно оттуда убрать. И таким образом человек засвечен уже навсегда. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет о подготовке фактически цифровой революции или цифровой трансформации. Вернее, она даже уже идет, я неправильно сказала, это не подготовка, она уже идет, просто она идет малыми шагами. Поэтому не случайно именно тот период, когда люди сидят дома, когда они запуганы, когда они не могут ни собираться, ни что-либо обсуждать рационально, потому что блокирована рацию. Когда страх сковывает людей, то у них рацию блокируется. Да, и это страх накапливается, накапливается, и малейшее событие, которое еще больше усложняет ситуацию, оно может вообще привести к параличу. Так вот, именно в этих условиях и принимаются быстро-быстро, тихо, без всякого обсуждения, даже иногда поизоформированы вот эти законы, которые, как я вам сказала, создающие фактически условия для тотальной цифровизации всех сфер жизни общества. Вот этот закон в эксперименте Москвы, вот сейчас, буквально сегодня, я не знаю, чем это закончится, рассматривают во втором чтении закон о едином и реакции населения, все это делается тихой сапой. Почему? Обратите, день за днем на страстной неделе. Умеющие, имеющие уши, да услышат, имеющие лучше, да увидят. Правильно? Мы же должны понимать, почему это делается именно на этой неделе. То есть это все имеет еще и символическое значение для них, потому что эти люди не просто прагматики, это не просто бизнесмены, которые делают на этом деньги. Это все так, это для них бизнес. Вся эта цифровка, это большой бизнес. Громадные деньги сейчас, все деньги идут именно на это, не на какие-то другие проекты. Мы видим, что остатки экономики у нас разрушаются, она уже заваливается полностью. За то, что у нас процветает IT-бизнес, который на всех этих цифровых онлайн программах и платформах делает себе громадные средства. Все средства идут на это. Так вот, это не только бизнес, да, это еще люди, которые действительно реально одержимы определенными идеями, очень далекими от православия, это я мягко сказала. Плюс ко всему, естественно, для них это очень важный момент, что они фактически впервые в нашей истории не пускают, закрывают людям возможность идти на главный, величайший праздник для нас, да, воскресенье Христово. То есть фактически нужно его было сорвать. Вот, но это не получится, это не получится. Потому что с нами Бог, если с нами Бог, то кто против нас. Было очень приятно пообщаться. Всего доброго, будем держаться с вами на связи. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова